Депутаты Законодательного собрания провели свое пятое заседание. Главным вопросом на повестке дня стояло утверждение бюджета в первом чтении. Была проделана большая работа по согласованию главного финансового документа области. Бюджет прошел процедуру публичных слушаний, обсуждений на комитетах регионального парламента. В приоритете в бюджете 2019 года у нас идет реализация указа 204 президента от 7 мая 2018 года с целью реализации национальных проектов, которые озвучены в этом указе. И сейчас очень радует, что поправками уже в федеральный бюджет мы видим, что дополнительно еще около 7 миллиардов рублей будет выделено Ульяновской области для реализации национальных проектов. Доходная часть бюджета составляет 52 миллиарда 200 миллионов рублей. Расходы в сумме 51 миллиарда 800 миллионов рублей. По сравнению с первоначальным проектом эти параметры значительно выросли. Второй год подряд бюджет профицитный. Доходы превышают расходы на 446 миллионов рублей. Практически 70% бюджета направлено на выполнение социальных обязательств. Так, почти 13 миллиардов составляет так называемый детский бюджет. Его средства направляются на поддержку семьи и детей, в том числе сирот. Дети обеспечены всем и бесплатным питанием, и обувью, и мягким инвентарем. И то, что у них бесплатное обучение, и обучение по освоению профессии, профессиональное образование получают. Все до одной из социальных гарантий у нас все исполняются. И причем на достаточно хорошем уровне. Большое внимание уделяется здравоохранению, образованию и культуре. Незабытый спорт. Как высоких достижений, так и массовый. Одно из важнейших направлений развития сельского спорта. Оно включает установку спортплощадок и хоккейных коробок в селах. Это 45 миллионов рублей, которые пойдут через фонд содействия спорта Ульяновской области. В том числе на приобретение вот как раз плоскостных сооружений. Как раз нужно, в общем-то, эти средства, так и ресурсы использовать. Значительные средства направляются на развитие области. На поддержку реального сектора экономики направят почти 9 миллиардов рублей. Почти в два раза по сравнению с прошлым годом вырастает финансирование акропромышленного комплекса. Серьезная помощь оказывается и начинающим фермерам, и семейным животно-науческим фермам в виде грантов. И также грантовая поддержка на сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Что очень положительно сказывается на развитии малых форм собственности. Проект бюджета поддержала фракция «Единая Россия». При этом депутаты указали, что в области есть дополнительные резервы по пополнению казны. Их нужно активно использовать. Отметили работу по снижению государственного долга. Все 6 лет бюджет растет. Здесь высказывали, что все мечтают, губернаторы мечтают, губернатор и правительство, и депутаты фракции «Единая Россия» не мечтают, они работают. Именно поэтому бюджет растет каждый год. И он будет продолжать расти, мы в это верим. С оговорками поддерживал бюджет в первом чтении фракции ЛДПР. Депутаты призвали привлечь больше внимания, например, к проблеме газификации сел региона. Сегодня мы этот бюджет поддержим. В первом чтении, уважаемые члены правительства, не обещаем о таком легком прохождении. Правда, последняя фраза вызвала комментарий председателя Валерия Малышева, что разве легким можно назвать первое чтение? По инициативе фракции КПРФ обсуждения увеличились с 20 до 40 минут. Но в итоге обсуждали почти два часа. И во многом как раз из-за коммунистов. Потеряв двух депутатов фракции, Андрей Седов исключен, а Матвей Володарский сам вышел, они прибегли к своему любимому коньку. Затягивали обсуждения, переходили на личности. И выступали не по конкретным вопросам, а в целом. В итоге 21 голосом за и 13 против бюджет утвержден в первом чтении. Во втором чтении депутаты будут голосовать за распределение средств непосредственно по отраслям. Егор Тстов, Руслан Баталов, Новости дня, Ульяновская правда.